Есть еще косты, требуется и турнинг пояса однозначно, а вот вариант ной. Ну-ну-ну, а есть требуется турнать, а есть требуется без батута, ляк, что мы все кашек у нас турнать, есть ли? Макия, я каил с кубашек, а не как кодоксов, вообще младен. Потому что здесь помещается и велосипедная дорожка, и прогулочная. Если нивелировать на один уровень с этим тротуаром, правильно? Так вот, если лавочки, то где-то между лавочками и светильники, и урны, то есть по этой просто. После инспекции городского озера, значит, мной было принято решение начать реконструкцию этого объекта. Я вижу, особенно в вечернее время, здесь очень много молодежи, очень много гуляющих людей. И, значит, мы начнем ближайшие где-то 10 дней реконструкцию. Я уже попросил строительную компанию, чтобы дала мне предварительные расчеты для того, чтобы здесь сделать полноценной 4-метровой ширины прогулочные дорожки. Также будет велосипедная дорожка. И в течение примерно, я думаю, 10 дней мы начнем здесь проводить все работы. Я уже перечислил из своих средств производителю деньги и на закупку тротуарной плитки для Парка Победы. И также здесь начну реконструировать берег городского озера за свой счет. Значит, будут установлены современные освещения, лавочки. Я уверен, что Бельчанам понравится. Как я уже говорил, я хочу пойти разными проектами в разных частях города. Они все должны быть связаны тем или иным образом с программой пешеходной города, о которой я говорил. И я буду закладывать, как образец не менее тысячи квадратных метров, делать какую-то зону, в которой будет включено все. Урны, лавочки, освещение, тротуарная плитка. Для того, чтобы потом могли уже продолжать этот же проект на муниципальные деньги. Но я хотел бы обратиться к экономическим агентам. Во многих местах, где у нас пешеходные зоны, вот как здесь, например, заправка Виента, там бассейн найти Кашалот. Если есть желание у этих экономических агентов или у любых других поучаствовать в благоустройстве нашего города, я думаю, что это будет жест достойного уважения. Потому что это наш город, и мы должны все делать по возможности что-то для того, чтобы его облагоустраивать. Потому что ждать, пока улучшится ситуация у нас в стране, я думаю, это не совсем правильное решение. И каждый из нас должен делать что-то по возможности. Кто-то, например, может поучаствовать в бетонах. Тут нужно будет бетонировать эту полосу, на которой будут также лавочки для рыбаков обустроены и так далее. То есть у кого-то есть бетон, у кого-то есть песок, у кого-то щебень. То есть не обязательно участвовать деньгами, но я готов встречаться и обсуждать эти вопросы со всеми экономическими агентами, которые и в этом конкретном месте, и в других местах города готовы как-то поучаствовать. Мое участие будет везде, но у меня одного не хватает на все инфраструктурные проекты в городе.